Всем привет, ребят! Ровно год назад, в 2020 году, 10 декабря, вышла игра Cyberpunk 2077. И в день выхода, даже немножечко пораньше, я сделал предзаказ, оплатил полную стоимость. Тогда я еще не покупал игры через Аргентину, а купил напрямую через Microsoft Store за 5000 рублей эту замечательную игру. Ну что, ребят, вот как бы год прошел, да, ну и давайте, собственно, посмотрим, что у нас изменилось за этот год. Что улучшили, что наоборот, не прибавили, допустим, сюда никаких плюсов, не добавили, ничего лучше не сделали, да. Давайте зайдем в настроечки, ну и посмотрим, что у меня здесь вообще есть. По звуку здесь как-то вот так вот, то есть я здесь как-то под себя настраивал, игра у меня полностью пройдена, на стримах я ее проходил. Также у меня есть отдельное видео про то, как я прошел Cyberpunk 2077 на Xbox и серии SS, да. Управление здесь также, все, я под себя настраивал, ну практически на самом деле ничего не настраивал. Тут может быть немножечко чувствительность поднастроил, ну и все. Игровой процесс здесь тоже как бы такое себе, практически ничего не трогал. Графика я здесь, зернистость выключил, хроматическая аберрация я выключил, губина резкость у меня включена и блики включены. Ну и размытие в движении выключено, потому что это больше такое, знаете, мешает. Дополнительный контент, обзор Джонни Слиггранда, альтернативный. То есть у меня он по-другому немножечко выглядит, я вам сейчас объясню, что да как, кто не знает. Озвучение, ну то есть озвучение, почему так название, не знаю почему. Озвучка в общем на русском, субтитры на русском, ну и интерфейс на русском. Игра полностью на русском языке, абсолютно. Ну и интерфейс здесь тоже все по стандарту, я ничего абсолютно не трогал. Выходим назад и вот оно дополнительный контент. В одном из патчей в игру завезли DLC, то есть альтернативный образ Джонни Слиггранда. Новые куртки Ви, это нужно зайти вам в ваш дом и в тайнике будут находиться вот такие вот куртки. Ну и конечно же модель автомобиля добавилась. Ну и все, версия у нас игры 1.31. Давайте загрузим мое последнее сохранение, где я полностью игру прошел, абсолютно всю. Почему-то где-то, где-то, где-то... Да, по ком звонит Холокол. Холокол, Холокол. Получается уровень у нас здесь 19, 19, то есть посмотрите, я за 19 уровней прошел игру. Да, я не проходил какие-то второстепенные задания, я их вообще не трогал, так что, да, нажмем загрузить. Игра у меня установлена на внутренний SSD, который установлен в Xbox Series S. То есть игра вообще прям буквально по щелчку пальцев на самом деле грузится буквально там 10-5 секунд. Но это всегда зависит от того, где вы находитесь в тот или иной момент в самой игре, ну и ваша вообще загрузка. Да, все, вся игра полностью у меня пройдена, абсолютно вся. То есть кому интересно, могут посмотреть прохождение. Ну и давайте, ну прям уже здесь видно, какая графика на самом-то деле. Ладно, пойдемте, выйдем. Открыть. Да. Пойдемте спустимся вниз и вообще посмотрим на игру, что у нас изменилось. На самом деле, за все время, когда я проходил игру, очень я много встретил багов, именно визуальных. Ну и также, конечно, встретил много багов, не только визуальных. Что это такое, кстати? Странно. Странно. И не только визуальных я встретил много. А, это же ринг вроде как. Да, это ринг, то есть кукла, можно себе спарринг устраивать. Смотрите, качается тоже здесь, видите. Жалко, что, конечно, это все использовать нельзя, к сожалению. То есть, возможно, когда-нибудь тоже DLC добавят, там можно будет подкачиваться, сила будет, выносовость. Ну да ладно. Вот, и визуальных багов. Очень много было встречено мной за время прохождения данной игры Cyberpunk 2007 на серии АСС именно, да, на Xbox. Почему, кстати, не закрывается лифт, я не понимаю. Где кнопочка у нас? Так, выход. Да, поехали. Ну и, конечно же, много багов с самими миссиями, с самими заданиями. То есть, там зависало то или иное задание, и я не мог пройти дальше. Мне приходилось прям по новой начинать игру. Я, примерно, там, 6, 7, 8, 9, 10 максимум там миссий, примерно, выполнял. И на определенном моменте у меня миссия зависала, и все. То есть, это прям очень сильный баг, и мне это не очень сильно нравилось. Да, конечно, со временем немножечко подтянули, мой лицо чуть-чуть убрали, как по мне. Производительность осталась та же, то есть, 30 фпс при Full HD разрешении. Все хорошо смотрится, все хорошо работает. Да, конечно, видите, подгрузился только что персонаж. Опять же, про что я говорил, то есть, здесь визуальных багов очень много. Не знаю, я не играл в эту игру где-то полгода, приблизительно. Где-то с полгода назад я ее прошел. То есть, не сразу же прошел игру, а... Вот, видите, вот сейчас даже баг был, видели? То есть, машина проезжает, зацепляет NPC, а с ним даже ничего не случилось. А, меня сбило, конечно же. Конечно же. Только что меня сбило, если ничего нет. Ладно. Ладно. По текстуркам, да, кстати, неплохо на самом деле смотрится Cyberpunk. В начале, когда только игра вышла, она смотрелась гораздо хуже. Вот, видите, подгрузились в текстуру, хотя, опять же, повторяюсь, с внутреннего SSD загружается игра. Вот, видите, тоже здесь текстуру прямо на ходу. Вот, мы можем просто-напросто даже ходить по улицам, и очень много будет багов. Очень много визуальных. Очень много. Миссис сейчас мы никакие не будем проходить вообще, да? То есть, просто-напросто походим и посмотрим. Сейчас поперестреливаемся с кем-нибудь бандитами, ну и... Мультиплеер здесь, конечно, бы завезли. Было бы идеально с кем-нибудь еще постреляться, но здесь только с NPC. Говорили, что вроде как... Давайте мы его возьмем. Говорили, что вроде как мультиплеер хотели... Останет от меня. Хотели подвести, но в итоге как-то что-то не срослось. Возможно, когда-нибудь DLC-шкой добавят этот мультиплеер. Будет интересно побегать. Может, какие-нибудь там миссии будут интересные, совместные, вместе с... Другими игроками волнания. Я не понимаю, где они стреляются. Видите, голова. Смотрите, что у него с головой. Ну, вот осторожно, пишет. Полиция! Кстати, давайте посмотрим, кто-то устреляется. Вот видите, полиция с кем-то перестреливается. Видите? Где-то что-то оживлено, где-то нет. Давайте, кстати, выйдем. Давайте выйти. Подойдем поближе, посмотрим. Так, вытащит оружие. Посмотрим, что там у нас. Против кого они стреляются. Давайте постреляем, кстати. Поможем немножечко полицейским. Почему бы нет? У меня, если кто не знал, у меня оружие. Забыл, как оно правильно называется. В общем, оно такое, знаете, автоматически стреляет. Бывает, само может выстрелить. Забыл, как, честно, называется оно. Озвучивал гудков. Если я правильно помню, да? Фамилию правильно называют. То есть, оружие такое умное. Смотрите, сколько всего можно подбирать. А кровавленный нож давайте возьмем. А почему бы нет? Вот, отскок, макдок, вот эти всякие хилки, нехилки, боеприпасы, отскоки. Все можно подбирать, все забирать. Да, здесь очень большой выбор лута. Прям, наверное, один из самых таких масштабных во всем... Во всей индустрии игр, на самом-то деле, очень-очень много тут всего есть. Слышите, да? Да, то есть, здесь полностью тоже игра такая, как вот Ведьмак. Ведьмаке, это то же самое, ну, CD Projekt Red, то же самое, разработчики, что и от Ведьмака 3-го. Очень много здесь также мата на русском. Смотрите, полицейский. Можно его обыскать? Да, все забираем. Тоже полицейский сидит. Крутимся, кто как умеет. Ну и да, баги, опять же, даже когда с вами разговаривает NPC, у них бывает, что рты не открываются. То есть, ну, за это время год прошел. Игре год. Ее день рождения, грубо говоря, да? Почему не завезли никаких патчей, ничего не сделали за этот год такого, чтобы можно было играть, наслаждаться до сих пор? Да, конечно, многие эту игру прошли уже, и не раз, я думаю, и все второстепенные задания даже попроходили, но все же, блин. Давайте заберем, у него опять машину. Та же самая, которую мы до этого забирали, просто у нас она будет в камуфляже. Поехали. Так. Управление транспортом как было, так и осталось. Оно ватное, оно неудобное, то есть input lag присутствует именно в управлении транспорта. Когда ты играешь просто персонажем, такого нет. Нет, почему это так именно с транспортом, не понимаю. То есть input lag очень сильно чувствуется. И да, кстати, здесь ты плавать не умеешь. Почему? Непонятно. Стоять. Давайте попробуем вот выйти, чтобы вам продемонстрировать. Так. Прыгнем. Ой-ой-ой, чуть не разбился. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Нужно отхилиться. Давайте немножечко. Холлеспоинтов себе закинем. Тоже здесь можно походить. Порассматривать. Да, конечно. Мыльцо, опять же. Хоть и Full HD разрешение. 30 FPS. То есть вы вдаль, если будете смотреть, то там просто-напросто мыло. На PlayStation 4 фатки, то же самое и на Xbox One фат, там были еще хуже текстуры, нежели здесь на Xbox Series S. Конечно, сейчас это все более-менее поправили, но не так, как хотелось бы. Так, что это такое? Опасная зона, дрон какой-то. Так, давайте покажу, что плавать не умеет. В смысле? Раньше нельзя было плавать. Теперь мы умеем плавать. Ха, интересно, кстати. Интересно. То ли я не замечал за все время прохождения, что нельзя плавать, то ли только сейчас добавили это все. Но опять же, тоже дно, вы посмотрите. Просто якобы все в мусоре. Класс. Водоросли, вы посмотрите. Какие? Ну, они, как бы, знаете, такие 2D-шные просто, то есть. Как-то так. И интересно здесь то, что у тебя прям очень много выносливости под водой, то есть кислорода. Такое чувство, будто у нас с собой на спине баллоны перетаскивает. Вот тоже, видите, подгружает-то текстуры. Как под водой, что суши. Давайте всплывем, кстати. Давай, 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 как ты долго всплываешь, ужас. Так, как бы забраться нам, конечно, вот там у нас лестница есть. Сейчас под плывем. Красиво. Так. Ну и по инвентарю. Что у нас вообще здесь есть? Кто не играл вообще в Кибербанк 2077 снаряжение? Вот так вот у меня выглядит персонаж. Здесь у нас оружие можно себе поставить, какое вы хотите. Ну, конечно, которое вы найдете себе. Сможете поставить. Шмотки. То есть одежды здесь тоже большое количество. Ее также можно перерабатывать. Из этого переработанного можно себе что-нибудь делать. То есть те же самые компоненты для другого оружия. Ну или улучшать оружие. Так. Как бы выйти отсюда, если честно. Так. Открыть можно? Нет, заперто. Заперто. То есть я отсюда уже никак, по идее, не выберусь. Если куда-нибудь туда вперед. Нет, по идее, я отсюда никак уже не выберусь. Да, вообще никак не выбраться уже. Ну что, ребят, как-то вот такой вот Кибербанк ровно год спустя. Вот так вот он работает на Xbox Series S. Вот так он выглядит. Ну, как бы плюс-минус неплохо. Я прошел еще в более худшем состоянии, которое было до этого. То есть патчами здесь немножечко поправляют. Немножечко что-то улучшают. Стабильность там улучшают. Да, баги убирают. Но все же багов я очень много встретил за время прохождения данной игры. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал, оставить свой лайк. Ну и, конечно же, написать комментарий, что ты думаешь о Кибербанке 2077. Все-таки как-никак. Прошел ровно год с ее релиза или с его релиза. Также ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте, присоединиться к Discord серву, подписаться на мой инстаграм. Также ты можешь стать моим спонсором. Все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят. Пока. И уже совсем скоро увидимся.